Новый год и Рождество – всенародно любимые праздники, которые вдохновили в нашей стране немало музыкантов, писателей и, конечно, художников. На многих прекрасных картинах разных авторов появляется наряженная елка и подготовка к празднику. Художники сумели передать предновогоднюю суету и торжественное умиротворение праздничной ночи, запах хвои и огни декабрьского города, детское ожидание чуда и тепло семейного застолья. И каждый из нас найдет хотя бы на одной картине отголосок собственных драгоценных воспоминаний. На картине Бориса Кустодиева видно, как отличался дореволюционный елочный торг от современных базаров. Самые маленькие елочки продавались уже наряженными, ну а самые большие были поистине громадными. Полотна на тему праздничного провинциального быта отличаются особой характерной яркостью и многоцветностью. Катя в голубом у елки. Одна из самых милых картин Зинаиды Серебряковой. Она была написана после того, как художница вместе с семьей переехала в Петербург. Осталась в прошлом счастливая жизнь в большой дружной семье Бенуа Лансере, смерть любимого мужа Бориса, побег из родного имения, холодный и голодный Харьков. Но на этой картине у богато украшенной елки детская радость и волшебство маскарада, ожидание рождественских чудес. Рассказывают, что эту елку нарядил дядя Серебряковой Александр Бенуа, который устроил для детей и племянницы замечательный праздник с веселыми представлениями, стихами и песнями. Великая княгиня Ольга Александровна Романова была младшей дочерью императора Александра Третьего и сестрой императора Николая Второго. Однако она известна не только своим знатным происхождением, но и активной благотворительной деятельностью и живописным талантом. Ей удалось избежать страшной участи. После революции она осталась жива и выехала за рубеж. Однако жизнь в эмиграции была далеко не безоблачной. Какое-то время картины были для нее единственным средством к существованию. Официально праздник в честь Нового года был возвращен советским гражданам только в 1935 году, а широко распространился лишь спустя 20 лет. Выбор елки всегда остается волнующим событием, особенно для ребенка. Запасались елками жители деревень и больших городов. Елочку устанавливали в комнате и наряжали. И маленьких, и стареньких волнует и трогает это занятие. По елочным игрушкам можно буквально проследить историю Советского Союза. Первые елочные игрушки, серебристые дирижабли, фанерные аэропланы, десантники из прессованной ваты. В это время Советский Союз активно развивает авиацию. Во время войны появились аэростаты, самолеты, танки, солдатики, собаки-санитары. Зачастую фигурки мастерили сами из военных погод или бинтов. После 1947 года игрушки стали мирными. Налаживалось производство сказочных героев, стеклянных фруктов и овощей. Когда в 1956 на экраны вышел фильм «Карнавальная ночь», в продаже появились игрушки-часы со стрелками, установленными за пять минут до полуночи. А когда Гагарин полетел в космос, стали выпускать стеклянные ракеты с надписью «СССР» и фигурки космонавтов. В 70-е и 80-е на елках обосновались стеклянные шишки и домики. А еще картонные фонарики, которые были хороши тем, что не бились и не ломались. Когда вытащенные с антресоли игрушки были развешаны, оставались последние штрихи. Повесить на елку дождик и положить снег, роль которого играли кусочки ваты. И, конечно, поставить на пол Деда Мороза и Снегурочку и водрузить на макушку звезду, как правило, электрическую. Впрочем, герой одного из самых популярных в СССР мультиков, Почтальон Печкин, считал, что главное украшение новогоднего стола – телевизор. И в самом деле представить праздник без голубого огонька было категорически невозможно. С 1964 года он стал ежегодной новогодней передачей. И в течение 20 лет именно песни и шутки из этой телепередачи сопровождали советский новогодний праздник. Но главное, конечно, чтобы новогодняя ночь прошла в хорошей компании. Праздник обычно отмечали в широком дружеском кругу. Так было и удобнее, и проще. Шампанское ждало своего часа в холодильнике. На столе расставлялись заказные шпроты и колбаса, а также непременный салат оливье и селедка под шубой. Быстро, сытно и почти без использования дефицитных продуктов. Гости приносили с собой домашние пироги, самодельные торты или еще что-то вкусное. Ведь стол, собранный в клатчину, тоже был советской новогодней традицией. Такими же традиционными, как оливье и мандарины, были новогодние елки. Тетрализированы представления для детей, проводившиеся с середины декабря по середину января в детских садах, школах, городских домах культуры. Картин, связанных с Рождеством и празднованием Нового Года, великое множество. Мы вспомнили лишь некоторые из них. Новый Год, без сомнения, всенародно любимый праздник в нашей стране. И вполне ожидаемо, что предновогодняя суета, предвкушение чуда, запах хвои и сверкающие елочные игрушки послужили вдохновением для многих художников. Одни запечатлели подготовку к празднику, другие – само событие. Но каждый из тех стремился передать то особое чувство, которое охватывает и детей, и взрослых в эти дни – искреннюю веру и легкую грусть, надежду и ожидание волшебства. Пусть ваш праздник будет душевным и теплым, а наступающий год – светлым и радостным. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова